Атаку на резиденцию президента расценивают как теракт и покушение на Путина. Вчера ночью украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю, однако их вовремя вывели из строя. При падении дронов и разлете осколков никто не пострадал. Владимир Путин в момент атаки работал в своей резиденции в Новогореве. Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. На вопрос о том, проведут ли теперь парад 9 мая, Дмитрий Песков ответил, парад состоится, изменений в планах нет. Владимир Путин, как и планировалось, будет в нем участвовать. Напомним, в Москве, как и в Бурятии, запрещено пользоваться беспилотниками. Исключение есть только для органов госвласти. Над ситуацией уже поиронизировал глава буддийской традиционной Санхи России Хамбола Мадамба Аюшеев. Интересно, вчера над Москвой летали беспилотники, а у меня сегодня утром в резиденции эта слабая мышь откуда ни возьмись. Сидит, дрожит и почему-то не убегает. А когда сфотографировал и выставил его, так этот мышь громотей спрятался. Пусть живет. Вчера вечером в Улан-Удэ ребенок попал под машину. Мальчик выбежал на дорогу за футбольным мячом. ДТП произошло на улице Балдынова. 36-летний водитель автомобиля Тойота Марк 2 двигался по дороге, когда на проезжую часть выбежал ребенок 2014 года рождения. Все произошло вне зоны пешеходного перехода. Ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами в детскую больницу. В настоящее время находится в коме. Отметим, всего за прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировали 27 аварий, в том числе ДТП с пострадавшим. 18 пьяных водителей лишили прав. В Джидинском районе Бурятии нашли трупы четырех коров. Местный житель увидел их в реке Джеда. На место выехали ветеринары, инспекторы Россельхознадзора и специалисты администрации района. Коров извлекли из воды с помощью трактора. После отбора патологического материала для исключения особо опасных заболеваний, трупы будут утилизированы методом сжигания в крестообразной яме. Расходы на утилизацию понесет владелец. Владельца мертвого скота уже установили. Его привлекут к административной ответственности. Теперь ему придется заплатить штраф до 5000 рублей за нарушение правил утилизации биологических отходов. Тем временем в Тункинском районе девятиклассник спас тонувшего жеребенка. Школьник без раздумий бросился за ним в ледяную воду. На помощь подростку пришел еще один местный житель. Вместе они вытащили жеребенка на берег и вернули хозяевам. В Улан-Удэ нашли владельца Алабая, который напал на шестерых детей в Октябрьском районе. Напомню, инцидент произошел утром 2 мая. Никто из детей сильно не пострадал. Двоим школьникам диагностировали рвано укушенные раны. У остальных повреждена одежда. А вот владельцу собаки придется не сладко. Осуществляется сбор материалов для привлечения к административной ответственности этого владельца за действия, которые повлекли до упущения нападения. Отметим, информация об инциденте дошла до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил главному следователю Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о результатах проверки. В Улан-Удэ продолжают готовиться к празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 9 мая над Улан-Удэ прогремит салют. Он продлится 20 минут. Световое шоу устроят на острове Комсомольске военнослужащие Восточного военного округа. Из гаубиц они выпустят 30 залпов, а из салютных установок более 300 фейерверков. Световое представление состоится в 10 часов вечера. Возрастное ограничение 0+. Субтитры создавал DimaTorzok